Участок изготовления эргономичных рабочих мест, пожалуй, один из самых небольших на всем КАМАЗе. В штате только 4 специалиста. Однако он же один из самых продуманных. Перед тем, как запустить производство, тут хорошенько подготовились. Изучали лучший передовой опыт мировых лидеров. Тойота, Ниссан выезжали на заводы. То есть конструкторов вывозили. После определенных подготовительных процедур начали изготовление непосредственно уже на своем производстве. Основной рабочий материал – алюминиевый профиль. И он тоже был выбран с толком. Никаких сварных швов, никаких лишних покрасочных деталей. Просто все разбирается, собирается, перемонтируется уже по месту. То есть перерогатива очень удобная. И он долговечный, он эстетичный. То есть очень надежный материал, который, в принципе, позволяет делать очень многое. В выпускаемом ассортименте имеется буквально все. От вспомогательной мебели до эталонных рабочих мест под заказ. Последние – самые трудоемкие. На отработку технического задания поры уходят до полутора месяцев. На самом деле работы очень много. Очень просто-напросто. Не всегда успеваем. На самом деле загруженность очень большая. Растет требование, растет модельный ряд, растет количество комплектующих, которые устанавливаются на машину. И растет их сложность. И поэтому без улучшений, без организации новых рабочих мест, которые соответствуют современным требованиям, и которые могут вытянуть те мощности, которые у нас сейчас есть, без данной работы мы просто не сможем выпускать то количество автомобилей, которые у нас сейчас есть. Один из самых массовых продуктов сегодня – это грузоносители. Так здесь называют всевозможные виды тележек и тар. Это тележки для всех новых направлений КАМАЗа, развития кабины К-5 в основном. Там идут в основном все тележки, которые… и перевозки деталей, компонентов, всего остального. Работы прибавляет и внедрение системы МЭС. Уже получен заказ на 96 стоек под терминалы. И это объем только для двух производств. Также в работе шесть новых техзаданий на создание эргономичных рабочих мест. Вот получается, что самый молодой участок КАМАЗ-энергоремонта еще и один из самых востребованных. И, как видим, к развитию здесь подходит с умом. Павел Михнов, Олег Горозьков. Вести КАМАЗа. КАМАЗА. Продолжение следует...